Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире рубрика «Можно попробовать». И сегодня мы будем готовить блюдо греческой постной кухни. Называется оно фанурапита. Фанурапита значит пирог святого фанурия. Святой фанурий очень почитается православными в Греции, но до 17 века был неизвестен. Но в 17 веке на острове Родос была обретена его икона. И вот с этого времени в Греции празднуется день святого фанурия, день обретения его иконы. Ну а помогать печь пирог мне будет руководитель добровольцев православной службы милосердия Анастасия Казарина. Здравствуйте, Настя. Ну что, приступим. Итак, нам нужно взять глубокую миску и вспомнить о тех ингредиентах, которые нам необходимы. Мука, разрыхлитель, корица, растительное масло, сахар, лимон, апельсиновый сок, вода, изюм, грецкие орехи, соль, сахарная пудра. Итак, в эту миску нам нужно будет положить 4 стакана муки. Вот мы заранее отмерили 4 стакана, я думаю, что можно уже насыпать. Добавляем сюда муку. Пока Анастасия высыпает муку, я добавлю 4 столовые ложки разрыхлителя для теста. Настя, расскажите, пожалуйста, о том, чем занимаетесь вы на своем посту добровольческой службы милосердия. Мне на самом деле работа очень интересная, я помогаю с Евгением, когда человек новый приходит, найти себя в нашей большей службе, в тех проектах, которые мы проводим. Получается, провожу встречи новые с новыми добровольцами и уже по итогам встречи распределяю их туда, на тот проект, куда они дальше, где они будут дальше помогать. Замечательно. Ну что, мы не отвлекаемся еще от рецепта, добавляем 1 чайную ложку корицы. Солнечное масло. Масло нам понадобится 1 чашка, то есть примерно 150 миллилитров. Так, ну что, Анастасия, выливайте масло, а я пока... Может быть, сразу что-то замешивать? Да, давайте. А я пока возьму изюм и грецкие орехи. Грецкие орехи обязательно должны быть растолченными или измельченными, потому что это будет пирог, и в пироге, я думаю, будет приятно найти маленький кусочек орешка, а не большой, как он продается. Высыплю орехи и отмерю пол чашечки изюма. Обычно используются не только черный изюм, но еще и белый, поэтому если вы хотите разнообразить это блюдо, то можете добавить белый. Но вот у нас черный, я думаю, хуже оно от этого не станет. Итак, Настя, позвольте я вот так засыплю изюм. Так, ну что, я напоминаю, что мы положили муку, разрыхлитель, корицу, изюм и грецкие орехи. Сейчас нам все это надо хорошенько перемешать, и еще очень важный ингредиент. Нам нужно пол чашки апельсинового сока и пол чашки воды. Итак, отмеряем апельсиновый сок. Пока я наливаю сок, Настя, расскажите, пожалуйста, как стать добровольцем православной службы милосердия? На самом деле стать добровольцем очень просто. Для этого нужно быть старше 18 лет и иметь свободное время и желание помогать другому человеку. Будь то это ребенок, взрослый человек, это может быть инвалид, либо, например, бездомный. Мы тоже помогаем. Поэтому есть желание, время, милости просим. Встреча у нас проходит каждую субботу в час дня. Здесь, в Екатеринбурге, на Кирово, 65. Чуть мы не забыли за разговором о двух самых важных ингредиентах. Это сахар и соль. Сахара нам нужно полторы чашки, ну а соли всего лишь щепотку. Вот я тут отмерила уже полторы чашки, я думаю, что я могу засыпать. Так, теперь щепоточку соли. И для вкуса мы добавим цедру лимона. А для чего добровольцы требуются вам на Пасху вот в эти светлые дни? Да, ну у нас получается все проекты, практически все, существуют в учреждениях. И мы, как бы считаем, важно поздравить подопечных со светлым праздником Пасхи. А для того, чтобы поздравить, нужно ведь перейти туда, поэтому нужны добровольцы. Такие сезонные добровольцы, я бы сказала. Но на самом деле, можно с этого начать. Это как вот прийти, посмотреть, познакомиться со службой и уже выбрать то направление, где как-то себя видишь. Так ведь, на самом деле, я часто встречаюсь в своей работе с тем, что добровольцы, когда приходят, немножко теряются. Вроде столько и детям помогаете, детям-сиротам помогаете, в том числе и взрослым, и бездомным. А как же себя найти? Вот мы рекомендуем попробовать. То есть, к чему сначала душа тянется. Я думаю, у нас цедра лимонная готова. Вот она. Мы ее добавляем тоже в пирог. Теперь, пока я добавляю цедру, попрошу вас, Настя, подготовьте, пожалуйста, форму для выпекания. Мне на самом деле очень радостно все-таки немножко разнообразить вообще рецептуру постных блюд. Да, это, я думаю, очень важно. Очень важно. Мне кажется, это такой момент, когда немножко привыкаешь есть обычную еду, которая у нас присутствует. Так, ну что, мы присыпаем мукой формочку. И, я думаю, можно выкладывать. Настя, я доверю это вам. Да, с удовольствием. Вот мы уже практически выложили все в формочку. Выпекать нам нужно будет в течение 45 минут при температуре 150-180 градусов. Говорят, этот пирог становится вкуснее на второй день. Но второго дня мы ждать не стали. Решили попробовать, какой он свежий. За чаем сотрудники православной службы милосердия рассказали, что на кухне в трапезной при соборе Успения Пресвятой Богородицы делают прекрасную выпечку, средства от продажи которой идут на восстановление Успенского собора. Субтитры создавал DimaTorzok